Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о плохих новостях для чайников и аппетитах ПСА. Граждане чайники, у нас для вас плохие новости. Несмотря на сомнительную эффективность, власти таки одобрили ограничения для начинающих водителей. Если вы за рулем меньше двух лет, внимательно запоминайте, что вам теперь категорически нельзя делать. Первое. Запрещается использовать вас в качестве водителя автомобиля, который буксирует другой. Если вы начинающий мотоциклист, то ездить вам придется в гордом одиночестве, с пассажиром нельзя. Автомобиль в обязательном порядке должен быть снабжен желтой наклейкой с восклицательным знаком. Если ее нет, злой дядя-полицейский может наложить запрет на эксплуатацию вашего автомобиля. Все эти меры, по идее, должны снизить аварийность среди новичков. Но парадокс в том, что она и без того снижается с каждым годом. В январе нынешнего года она снизилась на 34% по сравнению с прошлым годом. Но что-нибудь запретить все равно нужно. Но есть и хорошие новости, и касаются они всех водителей. Теперь, если вам нужно обменять или восстановить права, совершенно необязательно ехать в ГАИ. Эту функцию теперь могут выполнять и многофункциональные центры. Главное – предоставить им медицинскую справку установленного образца. Ведь все для людей. Французы из группы Peugeot Citroёn разошлись не на шутку. Буквально недавно они за миллиард евро купили Opel и прочий Vox Hall. А теперь обратили внимание на азиатский рынок. Peugeot Citroёn вознамерились купить компанию Proton – малазийского производителя автомобилей. Интересен ПСА не сам Proton, а акции Lotus, которыми владеют малазийцы. Известный производитель спорткаров давно ищет крепкого инвестора. Ведь бренд сейчас на подъеме, а денег нужно все больше. До этого покупкой Proton интересовались китайцы из Джили, которые в свое время выгодно прибрали к рукам Volvo. Но в данном случае китайскому бренду не удалось заключить сделку из-за позиции компании из Малайзии. Те подумали и решили, что с китайцами им сотрудничать негоже. Хотя какая разница, кто платит? Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.